Ну что ж, мы возвращаемся и, конечно же, элемент про гейминг против Team Empire Fate на повестке дня. Суперинтересное противостояние, коллективы уже почти что готовы. Ну а мы с вами в свою очередь посмотрим видео, профиль одной из команд. Скорее всего, это будет EPG. Давайте посмотрим. А давайте посмотрим. Вот, как раз-таки напомним зрителям, как раз-таки по составу. Свифт Эндинг, Баранья, Мич, ДНЗ, Леброн удивили нас приятно. Сегодня своей игрой против Гамбит как раз-таки победили. И против фейтов. Какие шансы против старичков как раз-таки? БЗЗ год, как вам кажется, ребята будут отыгрывать? Еще остался порох? Ну, год, наверное. Мало, мало. Осталось, но мало. БЗЗ как-то так прям назвать старичком сложновато. Он все-таки младше и на профсене он, конечно, закрепился. Первые какие-то команды в 2013 году там еще были. Но в целом по поводу года он, мне кажется, в последних командах не было все-таки той игры, которую мы привыкли от него видеть. У него не получается, возможно, сейчас найти свой стиль, с которым он мог бы побеждать. У него раньше ярко выраженный стиль был, да, какие-то в миде герои первой позиции. SF, там, Templar, как кто еще. То есть по итогу герои, на которых он... Да не важно, кто. Не важно. Ну, главное, что... Главное, поиграть немного. Да, да, да. На года, и все будет. Да, если все было, будет хорошо. Сейчас же мета такая, что если ты стоишь не противостояния один на один, то сложно. Сложно, ну, точнее, не такой потенциал как раз-таки у помощи, да, Сапог? Не совсем. Сейчас, как бы, игра стала более стратегичной. В игру, скажем так, чем больше боевых единиц ты включишь, тем тебе легче играть. Соответственно, если ты включил, как бы, всеми силами одного мидера, пускай сильного, ну, это круто. Но если враг включил, скажем так, трех героев, то, ну, ты не выиграешь. Вот так вот. Вообще, типа, если взять, сейчас мне кажется, еще больше акцент на боковые линии. Если раньше на мид-линию всегда старались как-то больше рейсинга. Сейчас на мид сейчас не так много ромеров пикают. Вот земляк какая-то, да, это очень эффективный герой, который можешь прийти загангать, но, опять же, под определенные тайминги. То есть идеально это, да, там, где-то пятая минута, там, 5.20, ну, 5-5.20. Почему? Потому что вот первый как раз ворды, даже в миде, там, который стоит, они вот как раз по таймингу, если ты вначале сдаешь, они где-то вот в районе, там, там, точное время не буду говорить, но 5.10, 5.20, 5.30, они падают. Это еще время конца ночи и время сбора баунти рун. Да, сбор баунти рун, то есть вроде как герой отлучился, ты не боишься то, что он выйдет в мид, потому что он где-то там на баунти рунах, скорее всего. И вот это идеальное время как раз пробежаться в мид и загангать. То есть ВП очень часто это делают и эффективно, когда у Роджера герои позволяют это сделать. То есть сразу же самое идеальное, вот как вообще загнобить вражеского мидера, это убить его, проставить сразу вижн, пока у него еще не появился новый вижн, подождать, пока он прилетит, и еще раз убить. Все. Тогда там просто вражеский мидер в полном тильте, он сразу же, наверное, куда-то в лес пойдет, потому что ему уже будет сложно вернуться на линию и что-то там пытаться делать. Но героев, которые могут это сделать, не так много. Вот земля в этом плане, конечно, очень классная. Почему она сейчас вернулась в мету? Потому что она еще очень может сильно лайны отромить. Мы сегодня видели, как у нас другой состав Эмпайр отыграл тоже с этой земной Эмпайр Хоупы, и там Вильхиор у нас на земле очень круто отромил, он там и в мид тоже выходил. Вот в этом плане, да, герой классный. Ты ищешь, что не совсем стандартные герои в миде стояли? То есть стояли довольно хлипкие огильщики, да? Ну да, легко катиться, убить. А если там стоит какой-то кунг или дракон, у которого два в Рейсбенда ПТ носил, там я не знаю, сколько героев надо притащить, чтобы убить. Там как бы ты прибегаешь своим третьим, четвертым уровнем, а там полторы тысячи жизней туши. В этом плане сложно. В этом плане меня сейчас вступает. Мы так тоже с Драксиром как-то пытались убивать на КВшке. Я там шестой левел, зову там Сибирь Спирита как раз четвертого. Мы приходим по двумя щитами, бежим за Легионером, у которого там три бруска, а у него полторы тысячи жизней. В общем, там секунд десять мы за ним бежим, уже вся вражеская команда прилетела. Поэтому в этом плане сейчас роуминг стал гораздо слабее. Ну, это просто был снайпер. А у нас как раз таки появилась интересная статистика, предматчевая статистика года из команды Team Empire Fate. Давайте ее сейчас и посмотрим. Здравствуйте. С вами уютные и любимые, пушистые и очаровательные. Кто это, блядь, написал? Кто эту дичь вообще пишет? Кто это придумывает? Как вообще у тебя хватает мозга в голове такое написать? Ну и хуйка, блядь. Давайте поимпровизируем лучше. Обещаю, что в новом году комментаторы будут произносить имена игроков нормально. А я, в свою очередь, в пабликах не буду покупать башер на воде или слордаре. Буду кастовать рассинганы, собирать всю чакру и, конечно же, колдовать. Чего и вам желаю. С Новым годом! Желаю вам в новом году, чтобы каждая игра, которую вы запускаете, приносила вам удовольствие и радость. Чтобы каждая капелька пота, которая стекает с вас, когда вы фармите или гангаете, тоже приносила вам удовольствие и радость. Радуйте людей, которые вокруг вас. Радуйте тиммейтов. Пожалуйста, не ломайте свои шмотки в игре. Я обещаю, что в новом игру подбор рейтинговых игр станет быстрее и все меньше ЛСов будут собирать догон на спиритбрейкере. Все меньше сломанных шмоток, все меньше пропущенных рун. Что по турнирам. Я обещаю, что в новом году будет много зрелищных, радостных, веселых турниров с нашими любимыми СНГ командами. Новый год, друзья. Счастья. Ну что ж, действительно, отличный ролик. Не совсем то, конечно, что мы ожидали, но надеемся, что небольшие новогодние поздравления от участников данного турнира вас, конечно же, порадовали. Повеселили, потому как пауза была довольно интересная, у вас было время погонять эльфа, ну и самое время, конечно же, возвращаться к доте. Возвращаться к доте. Твое поздравление мне понравилось на фоне Гарри Поттера. Да, но я тоже сразу ностальгия такая. Мальчик, который выжил. Пересмотреть захотелось. Да, да, да. Какую часть конкретно? Все. Это такая традиция. За один вечер? Не, за пару дней. А какая любимая все равно часть из всех? Любимая? Блин, одну сложно назвать. Мне очень нравится. Первые три прикольные. Остальные уже как-то идут. Какие ты сказал? Первые три? Первые три. Остальные уже идут как-то с... Мне, наверное, только вот я бы выделил, которые мне меньше нравятся. Мне меньше нравится первая, потому что как-то они там совсем мелкие этот. И уже я столько раз ее видел. И шестая мне меньше нравится. Принц Полукровка. А вот последние две, седьмая, которая делится на две части, то есть Дары Смерти, первая и вторая, мне, наверное, больше всего нравится. Там много такого уже экшена. Я когда в детстве читал книги, моя, наверное, самая любимая часть была Орден Феникса. Нет, не Орден Феникса, а Кубок Огня. Четвертая. Четвертая. Но когда вышел фильм, я сказал, ну так, ну я представлял это все гораздо круче. Прямо аж красочные эти драконы все и прочее. Но да, Гарри Поттер — это крутые фильмы. Конечно же, ну а пожелания, пожелания тем, кто хочет апнуть ММР. Надо же такое тоже, наверное, какой-то лайфхак молодым дотерам подсказать. Думать головой. Думать головой. Я бы добавил не тильтовать, всегда сохранять позитив, найти двух-трех героев сильных метовых и спамить о них. Ну, отлично. Ну это совсем, знаешь, это прием лома какой-то. Надо все-таки как-то органично развиваться. О, драфты. Да, чтобы не деградировать, ребята, надо думать, надо думать. Итак, драфты. Акса убрали вместе с Магнусом. Тут у нас Ио, Даззл и Дарксир отправились в Банут Импайр. Два таких самых героя, и Дарксир улетает, которые мы видели. Здесь просто казуальный Акс, Магнус и... Ну и просто там неважно какой герой. Просто сейчас сильный герой уберется. Ну, в принципе, сильных метовых героев, да, действительно, убирают. Один из-за того, что... Бисмастера должны убрать. Странно то, что Биста, в скольких играх мы видели, из трех в двух, да? В одной он был, да, в одной он был Банни, точно. Медуза была в трех. Медуза в трех, Бисмастер в трех. Бисмастер заслуживает Банну вообще. В одной он был просто Банни. Ну, это действительно очень сильный персонаж именно для ферст-пика. Медуза, кстати. Да, вот именно Медуза, хорошо. Но Медуза все равно бы на ферст-пик вы не взяли. Ну да. Да, на закрывающем могли бы, но с той точки зрения, знаешь, что на дабл-пик Медуза ты не хочешь. А, Тусик. Тускар. Вот я вообще знаешь, что брал? Я вообще сейчас брал Бисмастер Коту. Ну да, то, что мы с тобой обсуждали. Кстати, твоя мысль мне понравилась. Котел против Тусика. Он бежит, короче, включает руку, а ты ему бланит лайт, и все промахивается. Рука заканчивается. О, кстати, вот еще тоже персонаж против Тусика, тоже сильный. Но действительно, Свен, за счет третьей ты просто по третьей так жестко не пробиваешь. Нет, ты его пробиваешь точно так же, просто у тебя есть вылеченный. Маунт Руд. Короче, ты просто больше можешь протанчать. Это Оракл. Прямо сейчас. Либо я выхожу. Оракл хорош, да. Из этой комнаты. Я леваю просто, не переворачиваешься. А кто это, Эмпайр играет, да? Да, Эмпайр Фейт. Хотя бы я прощу, если они пикнут Брюмастера. Очень любят Свен, я смотрю, да, ЕПГ. Прямо очень любят. Ну да. Но он, мне нравится, кстати, вот помимо Котла, это тот герой, которого я сейчас вижу на четверке-пятерке. Ну, больше четверка, он реально крут. Он может собрать, он очень танковый, он с двумя брейсерами, ну, просто, ну, Оракл. Ну, ребята все-таки. Враг пикает, мы контры пикаем, враг пикает. А я сейчас такой, блин, ну, раз так я Свена делаю кором первой позиции. И иду бомбить леса. Сейчас, кстати, Свена на единичке, мне кажется, посложнее у него, знаешь, больше вот именно... А ты играл? Да не играл и не видел, что сейчас пикали. Просто, мне кажется, очень много героев закрывает по игре, даже тех же троек против него, которые, знаешь, хороши. Нет, ну, вот пик Оракла, он был таким очевидным. И мне не про это, почему ЕПГ все-таки забанили от... Могли бы забанить так же самого Оракла. Только, ну да, и выйти там вот в то, что хотели. А так они сами себе поставили в глупое положение. Возможно, они хотят видеть эту медузу. Ну, ты убирается Гримм Строг, это бы не было комбинацией с Личом. Ну, Свен еще может быть тройкой, некоторые команды его так используют. Он собирает тот же Блинк, там, Ладмир, то есть Хусик. Да, просто толстый герой, который проводит ауру, в данном случае ауру брони. Хусик хороший банк, под Оракла уже там мид может зайти, Хусик против большинства героев стоит круто. И он единственное, что сейчас Хускар стал сильнее против физовиков, но слабее против героев с Мэджиком. То есть он реально может пострадать очень сильно там от пугны, от скаймага какого-то, если вдруг к нему в мид придет. Но как раз Оракл в этом плане вообще идеально сейчас заходит под Хускара, потому что он тебя сейвит от Мэджика. Вообще, как бы, сейвит тебя от всего. И в этом плане... Ну, тут больше идея в том, чтобы здесь спелить щит Лича и щит Свена, собственно, и все. Нет, это понятно. То есть я в целом про то, что бан Хускара, когда уже в пике есть Оракл, это как бы логично и понятно. Логично, потому что, да, по темпу пойду с Усиком под уроном драться, а там Хускар под Ораклом, справиться с ним будет тяжело. Очень тяжело. Подбанили с Ларка сами Эмпайр, а там ТБ в ответ. Из кэри у нас остался антимаг для одной из команд. Винга. Это Винга как раз вот та, про которую... Про которую мы Андрей, по-моему, говорили в самом начале. Упомянул, ее забанили, да. Здесь вот она у нас в пик зашла. Это, кстати, тройка. На какую позицию они берут ее? Тройка. Да, это может быть, конечно, в миде Баранижа, но в миде менее вероятно. Но тройка, я сам играл, это на самом деле интересная штука. Но сейчас антимаг выглядит нереально круто для Эмпайр. Почему? Потому что на Винге ты антимага никак почти не застанешь. Вообще очень сложно играть. Да и с Веном. А мне не нравится, вот если они сейчас берут, допустим, антимага, что-то еще. Я бы четвертый МА взял бы. А, ну то есть я и к тому, что типа ЕПГ тогда, допустим, берут Волка какого-то и просто идут и продавливают этого антимага. Да, ты прав, то, что где-то запушить можно. Ну, Пашка. Там просто Волклинга и с Вен пойдут и как бы... Ну, Паутилетний герой, про которого можно сказать, что она сильна и без Магнуса, и вот это тот герой, которого так вот можно смело где-то вскрыть, то, что она всегда, в принципе, себя по игре найдет. О, сейчас, наконец-то, интересная стадия идут. Тут сейчас пойдут Кор, скорее всего. Мофлинг какой-то, либо... Ну, вот сейчас Кэрри. Мофлинг против Оракла? Ну, против Пашки, по ЖТБ, в бане, блин, антимага, я не знаю, могут сами тоже пикнуть или нет. Я бы давил бы, на самом деле. Давил бы? Я бы, да. То есть я думал бы по поводу Волка или что-то типа такого. Что там по этому? МК есть какой-то. Ну, то есть с Умогном уже никто его не убивает, то есть... Чтобы усилить лайнинг, МК будет круто. Вот, единственный минус, если ты возьмешь Волка, там возьмут Андерлорда, скорее всего. Макака, сейчас нет смысла брать Макаку, мне кажется. Она крута, потому что она на две линии идет. Сейчас нужно брать либо героя, который тебе пойдет именно в стратегию, либо героя, который будет напрямую контрить Мортер. Кто на прямую Мортер контрит? То есть я с тобой согласен, но я вижу плюс МК вот на такой пик. Почему? Потому что урага закрываешь во вторых стаде, короче, ты пикнул МК, и он у тебя может пойти на две линии. У тебя лос-пик, то есть ты уже выбираешь, куда лучше этого МК отправить. С такой точки зрения мне нравится. А на какие? Ну, то есть просто ты возьмешь МК, который пойдет на две линии, а эти две линии как раз враги закрывают. Он как раз МИД и Сэйфлейн, типа, если что, может закрыть. Ну, МИД и Офлайн свой. Сложно МК на самом деле закрыть именно на двух линиях, чтобы он не мог пойти и в МИД, и в Сэйфлейн, потому что МК как раз тот герой, который против большинства персонажей на лайне стоит зачастую хорошо. Ну, а рейнджами почему нет? Ну, то есть ты берешь пугну и плюс одного допустим. Ну, пугна, либо там, ну да, но это уже по пику тебя самого чуть-чуть подруйнить может. Плюс всегда с МК можно пойти и в хард прийти к этой фантомке. Ну, это так, чисто мое мнение, я не уверен, что МК возьмут. Как Илюха или Дан смогу это оформить. Смотри, минус броня уже есть от Венги. Да. Джаггер науш. Джаггер? Джаггер. Ну, Джаггер Лич, это, кстати, вот такая дабла, очень казуальная, ее сейчас постоянно все вязают, это очень легко и просто, и очень эффективно. Просто пока что мы видим, что ЕПГ сейчас нет какой-то супер-крутой задумки, то есть просто... Хорошая линия. Хорошая линия, хорошая комбинация на линиях, то есть их, будем так говорить, сигнатурная Венга, Джаггер Лич, у них пока выглядит очень сильный пик, для меня выглядит темповым. Вот уже у тебя две сильные линии, Венга собирает Владмир сейчас, то есть на этой Венге тройки тоже собирают Владмир. У тебя есть выход в Рошана, у тебя есть выход на Тавара, то есть где-то ты можешь на ХГ пойти, потому что с Венгой и Джаггером, тут уже два таких игровых куш. Да, и самое главное у вас, вы закрываете мид, мид линия. Да, и ласт пик на мид. Ну, слушай, вот в оффлейн сейчас против Джаггера Акс Банни, блин, Бист мне не нравится за счет Свена Ильича, несмотря на то, что у тебя Оркал, на Бисте, на Лайне против этого сложно что-то сделать. То есть, но Бист все равно, может, Фурион какой-то. Так, что еще осталось? Блин, мало таких героев, вот конкретно в оффлейн сложно подобрать. Но то есть то, что я пока вижу против Джаггернау, то все-таки это Фурион либо Бист. Бист, просто больше нет других опций. Ну, Бист хотя бы... Да не, есть, но вы считаете, что у игроков полные шарки. Да, Бист ауры в любом случае. Битва ауры у нас такая будет? Ну, сейчас все, видишь, стараются как-то с пики. Даже если у тебя нету героя с какими-то такими аурами боевыми, ты можешь собрать ладнер. Да, ну лучше иметь боевую ауру и ладнер. Ну, да. Но у нас в этом плане в одной... Кунка-Кунка, кстати, вот бан Кунки. Кунка-бан, да. Да, Кунка это один из, скажем так, таких универсальных героев, которых можно взять. То есть это Кунка, Хускар, Пугна. Раньше Лина была, но сейчас Лина не нравится в этой мете. То есть это вот просто герои, которые вы можете брать на четвертый, пятый пик до вражеского мейдера. Их там особо ничего не контрит, они просто хороши. Да, но в этом плане еще есть какой-то ОД, Лондурит, наверное, которые тоже против... Ну, вот против ОД Пугнатья очень неприятно можешь закрыть. То есть, но по игре и так далее, то есть герой все равно очень силен. И на 21-й такой пик он тоже очень часто заходит. Ну, Брудка еще может их позакрывать. Бруда вообще, кстати, выпала. Она сейчас слабее, кстати, стала. Ты не согласен с этим? Мне кажется, она сильнее стала. Сильнее даже стала? Да, конечно. Подожди, а что у нее из последних там с пауками? И они стали немножко слабее к магии, но, скажем так, само изменение ландшафта, мне кажется, в пользу Бруды. Очень сильно в пользу. В плане фарма? В плане фарма и в плане вот этих перемещений по этим горам. Все-таки если ты можешь перемещаться на халяву по этим горам и на халяву туда давать скаут, это очень сильно сейчас. Хорошо, а теперь такой вопрос, а как Бруду можно пикнуть 21 пик, если очень много героев закрывает именно на бедлинии, которые выиграют тебя? То есть ты уже на Бруде, у тебя не будет темпа. Ты пока будешь разгоняться, тебя могут задавить, твою команду. Вот в чем я вижу ключевую проблему. Да, ты шпурш берешь и крайне сильный становишься. Под этими аурами бежишь, с бейсмастером. Ну вот если собрать... У Бруды всегда есть темп, потому что у нас просто слишком казуальный геймплей. Всегда есть темп. В этом плане, да, это может сработать. Кстати, Лондруида забанили, взяли Пугну. Ну тут Бруду брать не надо, потому что есть бейсмастер. Хотя такое... Пугна хороший герой. Она здесь подсейвить может. В целом дополнительный пуш, но на 21 пик это хороший... Это тот герой, про который я говорил. Берется Пугна и плюс один, которому... Кстати, бейсмастера тоже мне нужно поставить при желании. Кто, Тинник? Здесь Тинник. Мне Тинник вообще не нравится, честно говоря. Вот прям плохой герой, я считаю. Это Тинник на центральную? Да, это Баранижа. Ты, кстати, говорил Барания, да? Ну, называл его никнейм. Я просто как-то пророк его называть. Вот я бы сейчас видел, если это Тинник, я бы ставил мид бейсмастера, а Пугну ставил бы против Джаггернаута. Бараниджа. И все классно, на мой взгляд. Он попался недавно со мной в пабе, кстати, играл на этом Тинни медовом. Но он тут больше расчет, кстати, Тинни против Пугны реально классный персонаж. Вот против Пугны мидия героев мало, мне нравится Кунка, мне нравится какой-то... Не, но Эмбер, он по игре хорош, но на лане может сильно проиграть очень. Вот в этом плане Тинни, это один из таких лучших, наверное, персонажей против Пугны. Ну, по игре все равно Пугна в 100 раз лучше. В 100 раз. По игре полезнее, да, намного. Да, ну и кому отдаете предпочтение, ну и, собственно, победу возможную по драфтам? Тим Эмпайр Фейт, либо ЕПГ? Мне кажется, драфты примерно равные. Вот именно, вот сложно что сказать, что у кого-то там... Ну, то есть и там стабильно, и здесь стабильно. От Эндрей. Я согласен в целом, то есть единственное, что меня смущает, это все-таки вот этот пик Свойной Ильича и контрпик Оракла. Наверное, за контрпик Оракла я все-таки на Эмпайр поставлю, то есть за то, что, мне кажется, не совсем оправданно пикать двух таких игроков, которых можно законтрпикать одним персонажем. Вот так аналитики у нас не пришли к единому мнению, кто же здесь может оказаться сильнее, но наши букмекеры из ES.bet по-любому знают. Друзья, давайте посмотрим коэффициенты на этот матч, на это противостояние, что они говорят. И не забывайте, друзья, что вы можете прямо сейчас под плеером трансляции, находится ссылочка, вы можете прямо сейчас регистрироваться, конечно же, и ставить на 1.76, например, или на 2. Я бы поставил, я бы поставил на Эмпайр, я бы поставил на Эмпайр. Хату? Ну, примерно, может быть, половину, комнату одну, комнату одну, в которой как раз и живу, да, действительно. Ну что ж, самое время передать слово нашим уважаемым комментаторам, это Каспер и Фоливер, слава вам, парня. Да, что ж, спасибо, дорогие друзья, аналитики. Ну что ж, Роман, опять нас ждет интересный матч, я надеюсь, что в этот раз все-таки будет интрига, и, судя по коэффициентам, также считают и букмекеры, я очень надеюсь на то, что сейчас мы посмотрим за увлекательной игрой, где будет сопротивление, а не игра в продавки. Игр этих тут не так уж и много на данном мероприятии пока что, но, возможно, там ближе к плей-оффу уже, когда отсеются более слабые, коллективы останутся только сильные, мы увидим что-то действительно лютое. Пока, и правда, пока все в одну калитку, но теперь, не знаю, кто будет в одну калитку отлетать? Или все-таки ты тоже склонен считать, что тут будет борьба? Ты знаешь, я вот послушал немного, опять же, аналитиков, мне, с одной стороны, понравилось то, что сказали про казуальную даблоджиггернаут и лич, которая вроде на бумаге работать должна, а потом я обратил внимание на Тускара и на ПА, и в какой бы комбинации вот эти два героя не столкнулись, ну, либо у них появилось желание, там, мешать вражескому каррифармить, либо же оказаться в другой линии, то Тускар бы просто в таких ситуациях спасал при нападении, своим Сноубоу выигрывал бы время, таким образом, огромное количество урона, которое, в принципе, есть с Армора, с Блэйдфури просто терялось бы, и результаты, наверняка, от этой даблы, они бы были ниже ожидаемых. В общем-то, да, интересно, как еще вот Пашечка свою там линию отстоит, опять эти Свены зачастили, поддерживающие. Нет, честно говоря, я этому герою рад, я вот смотрел за выступлением ребят из Нопенгалер, которые часто очень СВ на саппорте использовали, и вот мне даже кажется, что одни из первых, по крайней мере, вот, может быть, среди СНГ команд начали показывать что-то похожее. Суть в чем? В том, что данный герой плюс еще лично линии с, ну, тем же Джиггернаутом, вполне у вас есть стан, у вас есть там на одном из уровней уже появляется там 3 плюс Армор на СВене, и, соответственно, Армор Лича и Блэйдфури вот такой комбинации могут позволить сделать фраг, особенно если это Трипла. Да, там уже почти БЗЗ смогли уничтожить, от вертушки он улетел с телепорта, но скоро вернется на линию. Да, я вообще вот за Оракла, скажем, очень сильно болею, сейчас, кстати, идет атака от Триплы с Ораклом и Фантома Ассасин, да, Леброн убегает, пока там только все первые уровни, поэтому способностей не так много, чтобы его задержать. Да, и показалось, что был очень удачно выбран цель для стана именно Фантом, которая могла закинуть Даггер, получить необходимое замедление, и команда Эмпар смогла бы, возможно, продолжила, пока у него в таком случае, но здесь ничего подобного не вышло. Еще одна мысль летала в голове, это, наверное, Миттини. То есть почему? Потому что если мы сейчас посмотрим на драфт в целом, то тут довольно мягкие герои, которых вполне реально убивать. Да, это Оракл, Тускарп, то есть фактор неожиданности, если сыграть вот именно в этом плане, то шансы на убийство. То есть Тактим, отличный стан продать Свена после по двум целям, а дальше Митчи все же удается забрать, это Ферстблад для Кэрри Па и команды Эмпайр. Правда, снизу есть ответное убийство от игроков ЕПГ, и это фраг на Бистмастере. И тут в силу вступает правило простейшей арифметики. Три больше, чем два, два больше, чем один. Из-за того, что вот такой дисбаланс на линии Эмпайр себе организовали, мы видим, что да, здесь не выигрывают, но Бистмастера проигрывает снизу. Все вполне закономерно. Скорее всего, это был план, потому что это все-таки их выбор. Естественно, хотят дать более уверенный старт Фантомке. Никто не хочет, чтобы она была недофармленная. Это 100%. Герой крайне зависим от своих артефактов. У него все зависит от ее артефактов, все ее способности. И теперь нападение на Митча. Полагаю, что и с Митчем смогут разобраться. Вопрос только, за какой промежуток времени? Достаточно быстро. Да, опять же, благодаря Тускару, и вот так Тиму, и тому, что изначально Фортной Цент, Оракл запустил, героя на месте сдержал, и получился танк, который Винга потратил, он никакой пользы не принес. Но снова фраг на БЗ снизу. Правда, на топе пытаются Свена, видимо, забрать игроки Эмпайр. И шансы очень велики. Благодаря так Тиму, Тускару эти нападения очень продуктивными выглядят. Ох уж эта арифметика. Ты посмотри, как она душит. По-прежнему три больше, чем два. Ну и видим, что просто отступить одному герою не так критично, как сразу же опуститься в бегство сразу двумя. В целом, да, слушай, это вроде бы очевидно, но где-то не совсем на поверхности плавает. В итоге Бестмастер, да, он может отойти куда-то к себе под башню, может где-то перекурить, а там два персонажа просто не могут ливнуть с линии. Это будет очень больно. Да, иногда бывает, кажется, что подобная вот трипла, она стоит ровно до момента, пока у команды какие-то успехи, не начинает врисовываться. В итоге она считает, что свою задачу трипла выполнила, они добились своей цели, сделали один фраг, другой фраг. В принципе, все. Там третий герой, он же саппорт свободен, может пошастать по карте, попробовать совершить какие-нибудь ганги. Вот как сейчас, полагает, Ускар может попробовать Пугне помочь. Но, правда, я не знаю, как это все выглядит. Должно Тинни довольно плотный герой вполне хопопула. Ну, там Варт еще стоит, поэтому, скорее всего, где-то пикселем мог заметить. Но Союз очень осторожно подходил с линии, да, вот снизу с речки поднимался, так, чтобы краешком, возможно, Варт такой потенциально не заметил. Да, ну и что мы видим? На топе, получается, делают фраги Эмпайр, с другой стороны, снизу фармит Джиггернаут. И тут вот было сказано, да, что салаты для Фантомки крайне важны. Плюс интересно, как она пойдет. С какими успехами можно выбрать Battle of Fury и получить еще более шустрый разгон? В плане фарма там стаков, если, конечно, будет этим команда заниматься, Эншитов каких-либо, можно набрать, правда, очень много и создать огромную массу проблем. С другой стороны, честно, мне всегда казалось, что этот герой также и без салатов тоже полезен, может быть, в своей команде. За счет гибкого геймплея, это Даггер, Фантом Страйк, можно быстро добраться до цели, наоборот. Это до поры до времени. Вот до какого-то момента это, правда, работает, когда ты можешь быть таким, знаешь, надоедливым комаром. А потом, когда уже все обрастают артефактами, если ты уже к этому моменту не догнал, то все, обычно для героя наступает конечное. Да, нижняя линия, Бестмастер, конечно же, не хочет, чтобы безнаказанно занимались вот этими отводами. Саппорт, в данном случае Лич, пытается, помешается, и, естественно... Какой дерзкий, ты видел? Да. Гензо такой прям бах, и все. Так, ну что, здесь вроде как сейвруны, пятая минута, правда, три игрока команды Эмпайр могут явно помешать. Есть сноубол в Оракла, Джаггер, правда, смело подошел, забрал. Подошел между двух персонажей, забрал. Да, вот Личу повезло меньше, армор его не спас. Что делать с Виттеннику? Утратить Блэйдфурии ради того, чтобы самому здесь также не умереть. А получится ли у него не умереть? Отличные шарты. Хилинкварт, правда, за ними находится, вот эти разбития быстро не получатся, шарты заканчиваются. Урона, тем не менее, очень много выдают игроки Эмпайр и даблкил для Союша. На Тускаре. Потрясно. И гении арифметики из Эмпайр продолжают обузить эту тему. Они просто приходят большим числом героев в битву за какие-то обжективы, за руны, за башню, уверен, будет примерно так же происходить. Я взял бы на заметку у многих игроков подобную вообще политику. Да, но Фантомочку оставили одну. Видим, насколько осторожнее сейчас действует эта самая Фантомка. На Митч теперь может немного пофармить. Наконец-то от него отстали. Его смерти прекратились. Да, саппорты ушли просто в другой участок карты. Там немного пошалить. Но это реально дает кислороду немного. Какие-то примеры у нас на экране появляются. 5 умножить на 515. Время пошло. Наверняка, который можно где-то обязательно ввести и что-то очень крутое получить. Поэтому я бы на вашем месте, зрители дорогие, вник бы в ситуацию и вот своими ловкими пальчиками скорее бы старался. Ну, а если пальчики неловкие, то старался бы еще сильнее. Да, или попросил бы того, у кого эти пальчики вообще есть. В общем, 2-5 счета на шестая минута. Жестокие шутки от фульвера. Ну, я просто не знаю. Я не знаю, насколько у нас подготовленная аудитория. Юмор, да, может быть, порой слишком черный. Так же, как у меня в матчмейкинге, наверное. Здесь как-то на два фронта драка разделилась. Саппорта, правда, уже потеряли. ЕПГ. Ну, вообще-то джигернаута можно тут и подоформить. Да, подходит еще Пугневич. И взрыв. Очень жестко. Правда, Тинни остается здесь один. Теперь он может стать следующей целью команды Эмпар. Ведь два фрага они уже успели заработать, хотя потеряли БЗЗ. Что это был за замах на Тусике с дистанции в 400, наверное? Я прям удивился. Ну, тут стоит вспомнить хотя бы такого героя, как Урсу. Не знаю, почему-то не в ту сторону. Разворачивается Тинни, встречается в определениях. Отличный Элонч по трем героям. Мне безумно нравится это изменение, которое постепенно выносит им мини-станы. Синистры есть. Тут Аюша останавливаю. Да, у него есть пока еще Сноубол. Вкатывается на Тинника. Но нет, Тинник его такой увесистой плюхой по макушке все-таки закопал. А теперь остается 1v1. Фантомочка уровень 6. Вот это, конечно, неприятно, когда ты венга четвертого. При этом у тебя еще и там оглушения внятного нет. Войвов-террор третьего, я смотрю. Да, но по апрессинным желаниям можно броситься. Хотя там уже рядышком Леброн. Да, тут неприятно то, что даггера критует. Так, у нас есть Сноубол после даггера от Парен. Свен оказался. Стан выдал по двум целям. Подрубился во щит. Это дальше, что шарты. Закрыта дорога. Хватит ли этого по тактимам, чтобы забрать мечи. Ножичек, ножичек сейчас полетит. Где ножичек? Нет, видимо, не хватало рейнджа. То есть меняется с ростом уровня, естественно, рейндж. Не знаю. Хотя вот у нас тут Оракл в нужном месте, в нужное время все же фраг смог совершить и добили. Просто мипошки фраг оставляли, я уверен. Ну, знаешь, много все равно времени, как мне кажется, ушло на убийство саппорта столь малого уровня. Ну, может быть... Это все Свен. Это все коварный Свен, который дает щит и делает вот таких вот ребят намного-намного жирнее. Да, тут еще сама Венга, то есть вот эти вот пара врейсбэндов, которые на руках находятся. Действительно, дело это довольно живучий. Вот показывают нам реплей, драки сверху. Да, БЗЗ тут прям что-то простенько разбирают. Опять же, математика 3 против 1. Да, да, да. Бедолага не бояться. В темных подворотнях гопники обычно тоже ей пользуются. Вот эта базовая арифметика 3 против 1. Ну, для них это правило тоже работает. Да, вот я уже успел засанить Тинью, видел, что у него там Солрин, кажется, фейзы имеются. Конечно, желание поскорее приобрести даггер. Не знаю, ну, раз он стоял на миде, естественно, у него уровень должен быть повыше своих коллег, тиммейтов по игре. И как вот часто и вообще, насколько успешно будет получаться убивать героев раскаста в одиночку. Но мне нравится сама по себе вот эта вот мысль, да, о том, что Тос можно кинуть в Вингу, можно в Свена. Вот вам стан, там как раз толпа моих тиммейтов ждет, и это фраг. Тут что-то немножко поторопился Пугневич. В итоге Мепошку сейчас отдает. Да, он еще там спасался на какое-то время. Пытался, верни, даже не повесил на себя фейтседикт. Но при этом 9 минут в игре. Преимущества ни за одной из команд существенного нет. Коры очень близки по надворцам друг к другу. И, возможно, вот она, та самая игра, где пока все складывается очень ровно. Явного лидера просто нет. Ну, пока, да, я с тобой соглашусь. Пугнев видит иллюзиями. Что это? Хотя надо набрить из команды, я не знаю, что делает вообще в таком случае. Не знаю, можно было попробовать с этими иллюзиями просто крипов увести куда-нибудь в другую сторону. Да, отвлечь их от вышки. То есть придумать какое-нибудь им назначение. А можно было свидеть. Можно было сделать и так. Так, видимо, это самый легкий вариант. В итоге вышка плюс вышка Т1 на центре в копилку ЕПГ. Ее еще завосхитил Тинни. Опять же, приблизился на шаг к Даггеру. Хотя, если посмотреть на его сумму 800 монет, то не так уж он скоро может появиться. Но все зависит от дальнейших действий. Удачный Вижн. Пара хороших нападений вместе с своими коллегами. И вот денег очень много. Да, при этом удачный момент был с башней в центре. Для ЕПГ снизу они свою башню не отдали. Вовремя успели прийти на ее спасение. А, нет-нет-нет, вот это смещение очень четенько подметили имперцы. И сейчас доламывает Пугневич эту башню. Да, и только что я обратил внимание, что 4 баунтируны ЕПГ законтролили. То есть, вот, такой солидный куш заимели. Хотя, опять же, вышка ответ была снесена и ситуация выравнивается. Да, поэтому все очень ровно. По экономике мы и видим. И слева, да, по общей ценности, там, через одного героя располагаются. И, в общем, сверху, да, никакого перефарма нет, что вполне логично. И Джиггернаут против Фантом Ассасин. Собственно, у нас пока такое противостояние намечается. И если только Тинни не несет какой-то лютый дисбаланс, он может. Если приобретет какой-то Блинк, Шадоу Блейд, пойдет там всех убивать сразу же. Слушай, а здесь Вивтендинг не рискует ли умереть вовсе? Он не слэш будет ли пытаться страдать? Да, вот он не слэш. Правда, героев очень много, фатальный урон не получает. Свен рядом, есть его армор, даже ультимейт. Либо он потратил, правда, получает после эррора Бестмастера. И, боюсь, что и он также отправится равно. Лич подтягивается ультимейт, успевает выкинуть, правда, таргетов не то чтобы мало. Скорее, они очень далеко друг от друга и пользы это снова команде не принесет. Два фрага в итоге в копилку. Что, такие шарды великолепные! Закрывают двоих! И ЭПГ теряют всех. Проезжается Тускар по двум целям. В итоге четыре фрага зарабатывает Эмпайр, никого не потеряв. Да, и могу оценить грустный тромбон. Очень в тему. Согласен, ситуация плачевная. Такое грязище. Хотя сперва подумал, что когда изначально первый раз Тускар потратил свои шарды и отрезал пугну, вот, словно они уже на этом могли просто забить на идею гнаться за данным героем. Может быть, стоило использовать омни-слэш на Тускара, когда он был один раньше. Может быть, это чуточку его хотя бы приблизило какой-то вот, я даже не знаю, грани, да, когда он просто уже не хотел продолжать, понимая, что он слишком рискует. Хотя он саппорт, я думаю, что в таких ситуациях команда быстро понимает решение. Он бы мог более самоотверженно, скажем, поступить, да, пойти даже где-то умереть, но ради общего блага, как говорится. Фантомочка продолжает фармить. Теперь она на первом месте. Да, они там с Джаггером по-прежнему где-то меняются этими самыми местами, не суть, важно. И я смотрю, что сборка у них тоже будет схожа через Battle Fury. А она и сейчас очень похожа. Ты смотри, пачка рейсбендов, фейсбутс и все такое. И Battle Fury. Куда-то делся старый добрый дезолятор. Где дезолятор? Где он? Это в смысле про фантомку, да, речь? Вообще, да, вот этот артефакт, он... Когда была фантомка, он, по сути, и появлялся только на ней. Сейчас его вообще нигде нет. Думаю, это вот больше распространено именно в комбинации с Магнусом. То есть сплэш тебе Магнус предоставляет. Ты довольно шустро фармишь и... В общем, будет дезолятор все-таки, слушай. Да? Да-да-да-да, возможно, поменял планы. Стоило только поругаться голосом Бэтмена, и сразу же все изменилось. Или уже просто подлетает первая часть, и я просто решил так чуть больше понагнетать. Да, уже первый Митрилхаммер, кстати, прилетает. До второго осталось совсем немного, да и в целом до дезолятора чуть-чуть совсем осталось. Да, ну и плюс не могу не отметить успехи Империи в плане того, что они снесли с нижней линии Т2, а в то время как их оппонент снес только Т1 вышку. В общем, если сравнивать Бэтмфир и Дезолятор в данной ситуации, по сути, артефакты плюс-минус равной значимости, но с разной пользой в разрезе времени. Если БФ Джаггернауту будет помогать постоянно до конца игры очень быстро фармить, то с Дезолятором нужно действовать более агрессивно и фармить уже героев, а не крипчиков. Да, но в целом, я думаю, что еще на стадии драфта ЕПГ понимали, что невозможно столкнуться с Фантомкой, поэтому Свена в какой-то степени себе заранее решили заиметь. Почему бы и нет? Ну, сами по себе здесь, если посмотреть, тоже герои такие непросто убиваемые. Даже Саппорт Свен, его-то не так просто убить. Вот мы видим Тинни, почти 2000 хп. Есть уже, правда, Даггер. Кстати, Ораку очень легкая цель, правда, смог, возможно, от обеих команд был, если ничего не... Или это только Блюр был использован Фантомкой. Так или иначе, мне Пошку должен добивать, но как долго все это длиться будет, не тратил. Фаус Промис ничего абсолютно не тратил. Пошка как-то вообще, да, прям совсем ничего не тратил. Тильтует, что ли? Нет, может быть, посчитал, что... Ну, даже не то, чтобы... Только Дэна Фейтс и Дикте вы сэкономите, или что? Сейчас поглядим, что у нас БЗЗ будет, потому что его опять здесь два героя накрыли. Тинни подъехал Толсом после Эвлонча, конечно же, воспользовался. Пугна рядом. О, какая качественность декребифачка! Тут еще Бласт. Вроде бы неплохо. БЗЗ понимает, что деваться ему особо некуда. Пытался воспрятаться в двух елках буквально. Да, но произошел размен по факту. Оффлейнер в оффлейнер, и подумаешь, с кем не бывает. Правда, я вот пытаюсь посмотреть, где они там на нетворцах, друг с другом фактически рядом. То есть ситуация по-прежнему примерно очень близка друг к другу. Преимущество все еще между командами в районе погрешности. Да, и обычно в таких ситуациях я пытаюсь высмотреть, есть ли сладкие цели для Фантомки. Для того, чтобы, знаешь, такие обычные побегушки стандартные, где-то на Рошане, не превращались в рулетку, русская рулетка с броском ножика. И чем больше таких героев, которые могут в эту рулетку сыграть, тем, естественно, хуже для команды. Но тут пока что только один лич, пожалуй, остальные плотненькие. Не стоит его недооценивать, он вешает армор на себя и вот как-то совсем уже не хочет с ним возиться. То есть, по крайней мере, 6 секунд про него можно наверняка забыть. Я больше про вот эти рандомные ножички, которые там летают. Вот, да, появляется дизоль. Да, вполне логично. Так что у нас делает Винка тоже Владимир собирает. Или я что-то спутал, я вот не обратил внимания сразу. Немного не доглядел. В принципе, я не знаю, так вот мало внимания обращаю, нужно быть более внимательным. Пока можем на Вижен обратить внимание. Видим, что Вижен Империи срэточен в лесу противника. Один есть на центре вард и свой лес тоже не забывают контролировать. Там же, впрочем, и Вижен противника находится. Ну вот Тинни сейчас видят прекрасно. Лича, впрочем, тоже сюрпризом они не станут. Хотя Сентрик вражеские парни здесь нашли. Конечно же, пользу он огромную не принес. Да, но вот сейчас все под вардами бегают, поэтому на Тинника никто не попадается. Я говорил про этого Лича. Да, вот эту единственную сладкую булку сейчас Дрима находит. Так должно происходить минимальное количество раз, если ЕПГ хотят побеждать. Потому что по А, там, один, второй, там, третий ножик, да, это вроде бы 150-200 монет, но 10 раз по 200 и получается уже дофига достаточно. Да, но все равно саппорт уровня маленького долго в таверне не находится, и обычно такие фраги не становятся причиной, по которой какой-то объектив команда после выполнить. Может Рошана, что самое вот существенное, убить может. Опять же, опираясь на Дезолятор, на то, что есть Бист с Аурой Владимиром, наверняка, уже также готовым. Команда себе подобное позволить может, но фраги нужны более существенные. Причем, посмотри, как сплит по факту БЗ. Он фактически возле хайграунда противника находится на панели на Тинни. Да, была попытка подсейвить себя, но не хватает этих усилий, естественно. Варлз Панч. Слушай, вообще очень красиво в итоге получается. Сейчас все для Империи, потому что, да, пушится вышка сейчас. Выход к Рошану не то, чтобы открыт. Не могли бы сместиться, но отсутствие Тинни, оно вот вынуждает, вынуждает как-то усилить прессинг. И да, подходит уже Пугна, сейчас будет Бластами еще забрасывать, подрубается, конечно же, Глит. 14 секунд до появления Тинника. Главное сейчас не угодить вглубь базы. Отступают, отступают Импайр и правильно делают. Вот идет Погоня, там идет Кабан на перерез, все, Крик вроде бы не подсветили. Кабан плюнул! Все-таки в ДНЗ. И кто улетит, смотрим, первый телепорт зачитан. Остальные, ну, Мепошку. Мепошку тут и оставили в итоге. А мне вообще показалось, что БЗЗ законтролил Кабана и специально сделал тычку по митчу, который в теории должен был догонять и давать пытаться свап. Но герои уже были очень далеко. Да, он сначала в митча плюнул, а потом еще и лич, который отрывался вперед, в него тоже залетела плюшка. Это выглядело и правда прикольно. То есть продумал вообще план отступления до мельчайших деталей. Ну, саппорту немного не повезло. Это нормально. Это нормально. Разменная монета, эти ораклы. Притом он, в принципе, не такой уж и дешевый. 2 700. У Свена там 3 300, а лич у там 1800. Сильно уже отстает. Но это лич. Для лича нормально. Да, и мы видим, как ЕПГ под Смоуком решает попробовать посражаться с Рошаном. Только вот я что-то шардов не понял. То есть они были, информация о том, что происходит сейчас у Империи должна быть. Ставят вард, есть ноутбол, один, правда, закатывается в Тускар. ЕПГ делают дичь. Они не видят ничего практически и почему-то хотят вот так сильно драться. Сейчас обе команды так сгруппированы близко друг к другу. Шарды где-то своя нацепили. Это не та цель, на которую стоило, наверное, с тремя вот так вот голову с вами прыгать, пытаться с ним разбираться. Это бы заняло много времени и наверняка в лич бы не постеснялся ульту пыльнуть. Денис Даггер бы заехал, какую-то слабую цель выбрал. Они там все могут быть. И ЕПГ, да, ЕПГ пока ничего не делают. В смысле, не могут физически, не могут. При этом, да, при этом они зашли на Рошанах. Хорошо, что не отдались. Если бы они отдались, там, это был бы полный провал и катастрофа. У Тусика, я смотрю, в быстром закупе два блинг Даггера. Просто, видимо, двуручный прям возьмет такой блинг и полетит вперед куда-то. Да, ну, десятый еще нужно получить. Там золото, может быть, талант, если он его выберет, немного бустанет ситуацию. Хотел спросить про талант на возможность взять в другую руку еще одно оружие. Да, но, к сожалению, там только талант на получаемый опыт. Я не знаю, меня всегда удивляло это то, что если выбирают, то Скар вроде саппорт, быстро растет по уровню, потом в итоге его убивают. Он очень долго сидит в таверне. Хотя, с другой стороны, если смотреть, опять же, это дорога к новым талантам открыта. Стандартные скиллы в наличии, которые просто выше уровня, больше урона, больше пользы в зависимости от ситуации. Ну, мне кажется, это такая, знаешь, как же он улетел, да ладно, и только потом туда насыпают немножко гречи и тини. Это, мне кажется, небольшая компенсация как раз за все вот эти смерти. Если ты на тусике пережил хотя бы одного-двух противников, то с талантом на этих 40% опыта ты, в принципе, уже нормально себя чувствуешь. Можно умирать с чистой совестью. А без этого таланта ты прям совсем далеко куда-то падаешь. Мне вообще кажется, что у Империи где-то здесь есть инсайдер, потому что они слишком умело доджат все сражения. Они сначала на Рошане видят толпу героев, просто взялись, сгруппировались, разошлись только что. Так вот аккуратно очень покинули верхнюю область. А вон он, вон он, вон он летает над деревом. Смотри, вот этот инсайдер. Инсайдер душит, и правда. Да, это попытка номер два, видимо, попинать Рошана. Пока Джигернаут занимается этим один. Видимо, хватает ему Хилингварда и Вейвов Террора. Но приходится все же пока взять во внимание противников, которые находятся рядом. Тускар постоянно старается контролировать момент. Хотя и Бестмастер тоже. Я пытаюсь понять момент с этим Рошаном, что ЕПГ хотят доказать этим выходом. Неужели они считают, что могут безнаказанно сейчас на этом Рошане принять сражение? Вот сейчас у них интересная попытка. Да, Свифт Эндинг стоит, бьет Каменова, а в Лису уже начинается драка. Кстати, в этой драке, возможно, даже первые смерти сейчас мы увидим. Нетамороков очень хорошо спасает. Да, но здесь Лича уже потеряли, ЕПГ был свап. Ради того, чтобы наверняка Мич смог разобраться с своим оппонентом, но ничего толком не вышло. Пока размен один винит саппорта в саппорт и дальше помогает Мич своим тиммейтам разобраться с Бестмастером. Даблкил, Джаггернаут в итоге забирает. Ой, там очень глубоко Саюш оказывается. Сейчас получает молоток сразу же. Да, вот эти ножики одинарные, они такие ничтожные на фоне таких жирных героев. Свен, Джаггер, Венжфл Спирит, как я и говорил, только Лич отличается какой-то тонкостью. И мы видим, что Лич постоянно мертвый, а остальным просто пофиг на эту фантомку. В целом, выбор дезолятора в данных условиях мне нравится, потому что это позволяет хоть как-то пробивать этих героев. Да, ты не фармишь так быстро, но ты хотя бы дерешься более-менее нормально. Но этого пока что мало, мало очень даже. И вот теперь, да, теперь 3-5 можно повоевать в Рошана. Все, замечательно. Да, в итоге забирает Рошана, Эггис, естественно, Джаггернаут подбирает. И если желание пройтись где-нибудь, какие-то лишние вышки снести, ну вот может быть, внимание, так полагаю, приковано к нижней линии, там своих товаров не осталось, вражеская Т1 еще стоит. И, видимо, придется немножечко заняться как раз этим давлением крипов, провести их вместе. Туда команда, может быть, постепенно стянется. Да, не слишком рад такому сценарию. То есть как-то неудачно абсолютно драка прошла. Причем так с Тускаром тоже интересно получилось, что он решил уже после потери пары своих тиммейтов тоже вместе с ними отправиться куда-то в ад. Ну что ж, что нас дальше вот ждет? Попытка в лесу найти Лича Бедолагу, который пытается выиграть немножечко времени синие строги. Тинь в спину заходит, забирает Оракла. Дальше у нас был ультимейт Лича с крипами. Рядом потягивается Винга, станция идет под сейв, декрепифаем лайф-дрейном. Был свап от мича. Неплохо. Неплохо Дрим уходит в сторону, но тут уже Леброн готовится. Да, крит на 650. Я смотрю, мичу вообще никакого урона не наносит. В Фантомке пора прекращать действовать именно таким образом. Единственное, чем могут сейчас работать, да, это вместе с Пугной нужно комбинировать физику и магию. Одной физики мало против физики, у ЕПГ слишком много всего. Да, и опять же, герои, у которых щит, стан, блейдфурии, которых так просто не зацепить. То есть в идеале вообще начинает с Бестмастера, с его рора, чтобы не дать нажать ни одной кнопки герою. Бестмастер, Пугна, вроде бы неплохая комбинация. Когда Бестмастер влетает, Пугна начинает высасывать, это 4 секунды уверенного сосалого, дальше уже как пойдет. Да, но мне кажется, что вот, как бы, Пугна и при этом Фантомка. Они в какой-то степени друг другу могут противоречить. Ну, представьте, вы напали на цель, Фантомка зацепила, прыгает, дает какой-то криз, носит пол-ХП, и здесь уже Пугна вешает свой дикрепи-флай, пытается немного отсосать. А что в итоге после? А в итоге после урона не хватает. В итоге Фантомка потом все это делает. Нет, ну, возможно, даже сценарий, где урона просто не хватает, и, не знаю, уже подтягиваются просто собрать, и ЕПГ начинает душить. Ну, ПА просто сможет нормально атаковать, когда появится какой-то сильный ультимативный уже урон, но я имею в виду следующий артефакт. А что? Артефакт в доте, сильный ультимативный нуллифайер, кстати. Обратил внимание на то, что Свена Ганим собирает. То есть теперь, нажимая Гад Стрэнча, он будет, точнее, не только, он будет получать урона еще и его команда, что тоже здорово. Ну, это почти имбуха, я бы даже сказал. Да, это просто я веду к тому, что я ранее, наверное, ну, очень редко видел сборку данного артефакта. Некоторые даже в, казалось бы, легких для себя играх выбирали путь просто стать еще одним кором. Ну, или что-то в этом духе, или, может быть, Даггер, которого вроде бы не было. Куро, как-то кажется, играл на подобном Свене, может быть, может быть, может быть. Честно, я помню точно команду Virtus.pro и Роджера, где был вот какой-то такой промежуток времени, где Свен тоже был актуален. Я очень помню, что в одной из игр он тоже, в принципе, очень неплохо реализовал этого СВена. Может, может быть, да. Ну, вообще, такой Свен имеет право на жизнь, и правда, со своим аганимом. Когда этот аганим, в принципе, презентовали, уже было понятно, что на Коро Свене он не сильно смотрится. Ну, типа, Коро, они обычно более эгоистические существа. А здесь, да, здесь ты на четверочке бегаешь себе, собираешь, нажимаешь одну кнопку, делаешь команду сильнее. Верхнюю линию пропушивал БЗЗ, и все. Тускара поймали. Но мне понравилось, что сейчас Империя две линии буквально вот взяла под свой контроль, нижнюю, верхнюю. Я уже, честно говоря, думал, что они сейчас бандой дойдут до нижней линии, до Т3. В итоге заставят чуть ли не всю команду ЕПГ среагировать на это, вернуться к себе домой. И задумкой являлась то, что они бы от своего хэгграунда просто противников отвели. И, учитывая то, что Эггису Джагернатов все еще должен быть в кармане, то есть если бы, ну, это, понятное дело, такая игра уровня, где команды прекрасно понимают, что делать. Но представь, если бы эти линии, они не были пропушены, крипов бы не было, в таком случае не могли бы никаким образом Империи немного времени для себя выиграть или просто вот заставить противника отойти. Дать ему намек на то, что, ну, вот сейчас у вас ничего точно не получится. Шанса зайти на ХГ у вас не будет. Во всяком случае, пока. Ну, смотрю на этого пугну, мне прям больно становится. Я видел в планах Аганима и он диск. То есть тоже такая ситуация, что сейчас на пугну напасть, не убить, время потратить пустую, выбирать приходится другую цель. Ну, насчет Аганима то, что калдауна не будет довольно здорово скинула в дрейне. Ну, это здесь правда важно, потому что контроль какой-никакой присутствует. Там эваланч, молоток, свапы, оглушение от самой венги и все вот эти вещи. Да, тебе хочется быть постоянно на связи с твоими врагами или союзниками. Уже там как повезет. Нижнюю линию вновь. Вот пытаются, пытаются сейчас работать с точки зрения сплет-пуша. Да, забирают тир-3 башню. Кстати, очень важный эпизод. Да, БЗЗ сейчас заберут в отместку за эту вышку. Но, тем не менее, эпизод важный, доступ открыт к святыням, а это, в свою очередь, следующий Рошан. Потенциально плохое положение для ЕПГ. Неплохое, но не такое крутое, как было до этого. Да, все правильно. Они просто теряют свой алтарь. На этот алтарь нельзя впоследствии после смертей сделать бейбеки быстро очень потянуться к своей команде. По итогу это будет, возможно, проигрышная ситуация. Вроде бейбеки есть, а в драку вернуться быстро просто никак не получается. Да, это и правда достаточно важный момент. Интересно сейчас вот Империя, насколько быстро. Я уже видел, они пинговали по карте, что надо бы ломать все эти святыни. Вначале на нижнюю попинговали, но, естественно, приоритетно является верхняя. И я смотрю, там уже три героя тусуются, проводят разведку. И, возможно, сейчас начнут ломать это строение. Хотя тут такие ломатели, я прям, прям, вот, да, все, подключается. Сейчас Пугневич. Но, если честно, у меня все равно перспективы команды Empire немного пугают. Я только что видел Сэнш, это будет Али Бардой на Винге после Владимира. В итоге она, кроме как, вот, использование по Фантомке больше ни для чего особо не нужна. Ну, то есть других героев более опасных попросту нету. И это очень серьезно может подкосить команду, где драгоценное время, которое вот может уничтожать героев, она просто будет потрачено. Если только ЕПГ где-то не ошибутся в плане, они куда-то побежали, там, там, красную тряпку кто-то показал, я не совсем понял этот момент. А, там БЗЗ. Свап есть, стана, твинги, вейф-то очень быстро забирают без ста. Тут надо знать, есть ли бэйбэк у него. Нет, у бэйбэка 50 секунд его не будет, это шанс зайти на хайграунд. Причем пара игроков команды Empire стянулись обратно домой. И проблема у Саюша под сейв был, где Крипифайм про Джаггер справился очень быстро с ускором. После у него тоже не оказывается бэйбэк, и третий фраг умирает. Также мипошка на Оракле. Будет ли сейчас убит Дрим? Нет, Тоса явно не хватит. Да, и Лайфдрэйна тоже Тини не испугает. И в итоге получает доступ фактически фрик к хайграунду оппонента ЕПГ и сносит в сторону сейчас минимум, потому что ни одного бэйбэка нет. Что мы только что наблюдали. Я уже говорил, что сейчас там Empire соберутся, как-то разыграют по макро, там разводы туда-сюда. И тут просто выбегает мистмастер в пятерых, в четверых, ладно, прошу прощения. Начинает кричать, получается, вам за ним следом тусик. Что это было? Это была самая бездарная отдача в 2018 году, возможно. Да, и мы минуту буквально рассуждали на тему алтарей. И в итоге свой алтарь теряет команда Empire. Вот так. Возможно, в похожей ситуации кажется. При том, вражеские, кстати, они так и не разрушили, потому что там демонтажники были слишком плохие. Нужно чуть посерьезнее бригаду потянуть. И уже бабочка на Джиггернауте. Мы понимаем, что бабочка его атакует еще больнее. Да, но я не могу не отметить то, как выдержана дисциплина у ЕПГ. Они не стали бить вторую сторону, зная, что уже внешних вышек нет, трех героев нет. И, возможно, у них уже догадывались, что байбэков попросту нет. Вот они отошли. Они выбрали такой более осторожный путь. При этом получает возможность забрать ораку основа без байбэков. Мипошка оказывается... Ну, к сожалению, на топе крипы очень далеко, поэтому с Т2 они не разберутся. Хотя здесь, смотри, тени с саблей два удара совершает. И вышку это все-таки сносит. Проблемы на ней становятся. Сейчас, опять же, пара нелепых фрагов. Героя без байбэков. Здесь просто игра может закончиться. И вот тут вопрос возникает. А ради чего все эти старания аккуратнейшая игра была на протяжении первых 25, скажем так, минут? Ну, видно, кто-то психанул. Да, вот плоды этого психования очень четко на графике сейчас просматриваются. Четыре героя стоят кучкой. Атакуют спокойно вышки под всеми бафами, потому что оракл мертв. Никто с ним ничего не сделает. Посмотри, как быстро падает строение. Вторая сторона упала просто за считанные секунды. Третья, вероятно, упадет тоже. Хотя вся команда Эмпайр жива. Мипошка. Прыжок и фраг. Что? Зачем? Куда? Да, я понимаю твое негодование, недоумение, потому что герой, который должен был сейвить фантом, которая вполне сама первая могла прыгнуть в это сражение, и уже после оракл ей бы помог. К сожалению, данный сценарий был полностью нарушен. Он не слэш, и, честно говоря, он диск не спас. Пугнул очередные два фрага. Гэгэ. Гэгэ. Это действительно очень нелепый конец карты. Но что ж, победителей не судят. Нет, в общем, в общем, скорее всего, все к этому и шло, если поглядеть, сравнить, да, плотность четырех из пяти героев одной команды и потенциал убийственной всех героев другой команды. Было более-менее понятно, да, что у фантомки скоро уже не будет возможности, если там только не появится какая-то рапира, хоть кого-то убить. И, ну, скорее всего, так бы произошло, там, не вот сейчас, да, минут там через пять или десять. Но, в общем, эта концовка, эта серия смертей, ну, это как-то странно было. Да, это буквально одна нелепая смерть, за ней просто цепочка неудачных событий, как итог, конец игры за буквально пару минут. То есть, ну, это что-то новое хотя бы на сегодня. А, да, и так еще игры не заканчивались. Хоть какое-то разнообразие. В общем-то, да, господа, но на этом у нас еще не заканчивается день, естественно, у нас будет впереди еще немножечко доты, а пока давайте еще разочек послушаем наших замечательных аналитиков. Казалось бы, начало и середина игры не предполагали такого быстрого окончания, но все-таки серия, ну, грубейших ошибок просто поддавались по одному. Потом как раз-таки вот эта вот командная игра Empire, она казалась, они как будто собирались, пытались куда-то выйти, не получалось, и потом они просто, опять же, разбредались пофармить. И не чувствовалась какая-то синергия между игроками, не чувствовалось, ну, не знаю, план какой-то на игру. Просто бегали, фармили и пытались кого-то убить за счет тусика. Ну, ваши ощущения. С другой стороны, EPG, как раз то, что вы говорили, пока мы смотрели игру, план чувствуется и как раз-таки математика. Математика, да. Ну, в первую очередь, если говорить про Empire, не забываем, что они сделали замены, потому игра может быть выглядеть несколько не совсем точно, да? Да, не слаженно. Да, и то, что я говорил о драфтах, что, в принципе, я не могу отдать там суперпредпочтение одним и вторым, потому что драфт EPG, в принципе, если задуматься, его можно брать против любого пика фактически. То есть вы просто берете своих героев и называете это стратегией, потому что идея, скажем так, у этого драфта есть. Есть защита от физы, есть атака, есть защита, ну, то есть, грубо говоря, есть все, да? Есть ауэль. И они, скажем так, раскрыли основную силу этого драфта, то есть, то, что я говорил, что, скажем так, важно в этой мете. Это вот этот некий, скажем так, некая темповость и вот этот мощный, скажем так, удар в какой-то определенный момент времени. И тут что мы видим? Свен берет Аганим, и они, в общем, с Венгою, который Влад Мираура, не знаю, Волка, наверное, не было с Доминатором, вот тут если был бы Волк еще с Доминатором, было прикольно. То есть они идут в драку, где, скажем так, Свен и Венго дают вдвоем около 120% дополнительного урона Корам, вообще всем. А Коры у них, смотрите, с чисто белым уроном фактически, и Джаггернаут, и Тинни. То есть просто бегут герои, у которых, ну, то есть, баф сильнее дабл дэмэджа на них. Ну, с Тинни, кстати, вот под Венгой даже не берем, как бы, Свена, там просто вот взять даже отдельно Тинни. У него 210 белого урона было, плюс бонусный 68, по-моему. Когда рядом находится Венгар с Влад Миром и Саурой, у него еще дополнительного дэмэджа плюс 100. То есть просто у тебя у героя там почти 400 дэмэджа с руки, а под Свеном это вообще смешно, там 500 урона. Ну и на самом деле, вот действительно у ЕПГ получился такой драфт, очень простой в плане того, что, да, у них какая-то есть синергия между героями, да, там, то есть, опять же, больше ауры, сильнее. Бейсмастерам сложно в этой игре играть. Вот вроде и был Oracle против Свена Ильича, но так как игра развивалась, вот честно, по темпу, сравнить с остальными играми, эта игра такая была более скучная первые минут 15-20, потому что как-то игра шла размеренно, обе команды где-то там фармили, то есть, а уже потом в определенный момент ЕПГ просто набрали какую-то резкую крит массу и задушили. Это то, что называется стратегия. То есть не то, что, знаете, вот стандартно взяли героев, там, побежали, поиграли, как пойдет, или взяли в героев в зависимости от того, что набрал враг. Здесь, скажем так, полноценная стратегия, полноценные пять героев, которые можно брать чуть ли не всегда, чуть ли не против любого драфта, который, скажем так, имеет свои плюсы на разных стадиях игры, и если вы играете против этой стратегии размеренно, ничего не делаете, то враг рано или поздно берет эти ауры и идет на вас вот таким вот мощным пулаком. И если вы ничего не можете против этого сделать, а тот же Oracle умирал там чуть ли не за два удара, допустим, того же тени, то вам тяжело. Вот, класс. Я люблю, скажем так, в доте именно интеллектуальную часть, а не просто, да, механическую там или задротство, потому, скажем так, меня такое радует. Ну, мне тоже нравится, когда люди пикают с какой-то идеей, как минимум, потому что сейчас драфты важны как никогда, и все-таки, когда команда подходит с какой-то идеей, уже наблюдать намного приятнее. Плюс ты сам даже что-то можешь для себя подметить, позаимствовать на будущее, то есть вот, потому что, в принципе, драфты во многом строятся на какой-то идее, на стратегиях, вокруг которых ты уже строишь свой драфт. Да, действительно, ну и поздравляем мы ЕПГ, как раз-таки две победы, они уже за сегодняшний день заработали, уверенная игра. У нас по две команды, да, с группы выходят? По четыре. Только одна вылетает. Только одна вылетает? Только одна вылетает, да. И потом эти восемь команд из двух групп играют между собой один раунд, и потом они уже будут играть против четырех приглашенных коллективов, то бишь Альянс, НИП, ОУДЖИ, соответственно, и Форвард Гейминг. Вот так вот. Интересное противостояние, действительно. Ну, а пока на повестке дня у нас остается всего один матч сегодня. Это как раз-таки противостояние империй, надежда против веры, фейт против хоуп. Это будет совсем скоро, пока уйдем на коротенькую музыкальную паузу.